Предоставляется слово для предоставления клинического слова уча Христиане Богданне Котев. Пожалуйста, Христина Богдановна. Уважаемые коллеги, представляю клинический случай рак шейки матки в сочетании с беременностью. У пациентки 29 лет, на сроке беременности 13-14 недель, при постановке на учет женской консультации выявлен рак шейки матки. Пациентка наблюдалась у гинеколога нерегулярно. Последнее обращение 2 года назад для прерывания беременности раннего срока. В этот же период и была выявлена дисплазия шейки матки тяжелой степени. От предложенного лечения пациентка отказалась. В настоящее время при обращении предъявляла жалобы на контактные кровенистые выделения с половых путей. Гинекологический анамнез. Минархи с 13 лет, менструальный цикл без особенностей, половая жизнь с 16 лет. При гинекологическом осмотре на эктоцервиксе определяется экзофитная опухоль диаметром до 3 см, распространяющаяся на задний свод влагалища. Параметры свободны. Опухоль верифицирована как умеренно дифференцированный плоскоклеточный ороговевающий рак шейки матки. При обследовании по данным МРТ малого таза в проекции шейки матки по правой боковой полуокружности определяется образование размерами 33 на 15 мм, распространяющаяся на свод влагалища. Можно, пожалуйста, сначала? Но в то же время по данным МРТ признаков распространения опухоли на клетчатку таза не получено и региональные лимфатические узлы представлялись неувеличенными. По УЗИ заврешенного пространства в проекции общих подвздошных сосудов справа определялось гипоэхогенное образование солидной структуры 54 на 21 мм, подозрение на метастазы в правых общих тазовых лимфатических узлах. Таким образом сформулирован диагноз рак шейки матки СТ2А1 НХМ0 беременность 14-15 недель. Какова же оптимальная тактика лечения? Пациентка настроена на сохранение беременности. Для интерактивного голосования предлагаются четыре варианта ответов. Вариант первый. Радикальное лечение, то есть радикальная гистероктомия с плодом инситу. Вариант второй. Пролонгирование беременности без проведения специализированного лечения, досрочное родоразрешение путем операции кесарево сечения с одномоментной радикальной гистероктомией. Вариант третий. Пролонгирование беременности с проведением химиотерапии, последующим родоразрешением путем операции кесарево сечения с одномоментной радикальной гистероктомией. И вариант четвертый. Выполнение тазовой лимфоденоктомии во время беременности при отсутствии метастазов, пролонгирование беременности с проведением химиотерапии, родоразрешением путем операции кесарево сечения и одномоментной радикальной гистероктомией. У всех, да, ссылка на голосование есть? Mobi.vote Нет, нет, нет. Ну вот у нас мнения разделились между большинством за пролонгирование беременности, половина аудитории с проведением химиотерапии и дальше родоразрешением с однооменной радикальной гистеректомией, и часть за тазовую лимфоденоктомию во время беременности и решение вопроса. О пролонгировании, если есть возможность, то пролонгирование и дальше кесарево сечение, радикальная гистеректомия. И кто-то даже за пролонгирование без, не касаясь пациентки, просто пролонгировать и дальше как будет, так будет. Спасибо. 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 Спасибо.